Добрый вечер! Сегодня будет подробная тема от Ивана Павловича Неумывакина про молоко, польза молока, какое молоко и также несколько слов будет о молозиве. Молозива – это как вакцинация от всех болезней. Молоко является пищей только для детей. С развитием заболеваний у детей и по мере их роста употреблять молоко нельзя, особенно пастеризованное. Дело в том, что материнское молоко действительно пища детей. В нем есть все, что необходимо для их формирования. Но ведь ни одно млекопитающее животное в мире, будучи взрослым, молоко не ест. Так распорядилась природа. Да и женское молоко значительно отличается от молока той же коровы или козы. Если в женском молоке козеина содержится 0,3-0,5%, то в коровьем до 5%. В коровьем молоке мало железа, недостаток которого телята пополняют с травой. Известно, что у тех, кому начиная с грудного возраста добавляют в пищу коровье или козье молоко, чаще развиваются диатезы, малокровие, дисфункции желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что с первых минут рождения ребенка в молоке закладывается механизм образования молозива, которое держится первые 3-5 дней. Лактазы и сычужного фермента, которые к 2-3 годам практически исчезают. Вот почему среди детей и взрослых до 30% и более лиц с так называемой лактозной непереносимостью. Роженицы на заметку. После рождения попросите акушеров не перерезать пуповину минут 15-20. Это мощный поток дополнительной энергии питания в первые минуты жизни. Ни в коем случае не давайте уносить ребенка. И как можно скорее, после обтирания, приложите к груди. Молозива. Иммунная система ребенка. Профилактика дисбактериоза. Диабета. Усиление лактации. Профилактика стафилококковой инфекции. Своего рода вакцинация от всех болезней. Если в роддоме это будут делать со всеми детьми, то необходимости в проведении мероприятий по борьбе со стафилококковой инфекцией у главного врача не будет. Повторяем. Если у ребенка не запущен этот механизм образования лактазы и сычужного фермента сразу после рождения, то это начало указанных выше и других заболеваний. Кроме того, козеин, белок, содержащийся в молоке матери, расщепляется с помощью так называемого сычужного фермента. И когда потребность в козеине отпадает, это фундамент образования ногтей, волос заложен уже. А это, как правило, бывает от 1 до 2 лет. В последующем молоко, попадая в желудок под влиянием кислой его среды, свертывается, образуя как бы творог. Обволакивает частицы другой пищи и изолирует ее от желудочного сока. И пока свернувшееся молоко не переварится, процесс переработки другой пищи не начнется. Помимо этого, молоко связывает органические кальции, образуя соли, которые обволакивают клетки и нарушают их обмен. В условиях обвального кризиса населения России в основном начало питаться картошкой и молоком. Если картошка – это второй хлеб, то молоко сегодня не совсем качественный продукт. Все дело в том, что из-за значительного ухудшения экологической обстановки, вся внешняя грязь, пестициды, гибрициды, радионуклиды – все оказывается в молоке. Не говоря уже о повышенном содержании кальция и казеина. Говорят, что пастеризация молока делает его безопасным от вредных микробов. Это так. Но только частично. При этом в нем полностью распадаются витамины группы В и аминокислоты. А структура белка становится трудноперевариваемой. В западных странах давно уже наблюдается тенденция отказа от молока или использования низкожирного. Это дало ощутимый результат. Значительно сократилось число сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта, суставов и тому подобное. Молоко – это белок, жир и витамины. В основном у нас выпускается молоко жирности от 0,5 до 6,5%. А количество белков не указывается. Почему? Идет подмена белка жиром. Так как белок гораздо дороже обходится промышленности для его получения. Главное – план, деньги. А здоровье людей – потом. В чем причина в отсутствии культуры получения и обработки молока? Кормят коров силосом настолько загрязненным, что в нем можно найти все, что угодно. И даже после пастеризации молоко содержит столько же микробов, сколько их можно обнаружить в свеженадоянном молоке зарубежных коров. Белка мало в кормах, а следовательно, при переработке там нечему сворачиваться. И даже кисломолочные продукты, творог, сыры уже трудно приготовить качественными. Поэтому-то и пускают молоко сразу в продажу, надеясь, что его съедят. Кроме того, качество молока страдает от отсутствия технологической цепочки от фермы до магазина, где должна соблюдаться определенная температура и условия перевозки и хранения. А этого порой нет. Там, где развито животноводство в странах капитала, там есть закон, касающийся молока. Где пасти коров, чем кормить, как мыть, как доить, как обрабатывать и продавать. У нас такого закона нет. Людям с вредной профессией раньше давали молока. Лучше бы давали кисломолочные продукты, улучшающие желудочно-кишечное пищеварение и за счет содержания кисломолочных палочек препятствующую развитию дисбактериозы и способствующую устранению радионуклидов. Как быть миллионом людей, живущих в деревне и имеющих свою корову и другую живность? Нам представляется вот такая картина. По данным зарубежной печати, Британский совет медицинских исследований опубликовал, пациенты с болями в области сердца, пили натуральное молоко по пол-литра в день. То боли остались у 1% пациентов, а тех, кто не пил, у 10%. Интересная информация Американской кардиологической ассоциации, которая помимо молока рекомендует своим больным принимать манную кашу, которая благотворно влияет на стареющие кости, мышцы, желудочно-кишечный тракт. Как тут не вспомнить слова тибетских мудрецов? Вы начали с молока и манной каши, заканчиваете тем же. Во всех этих случаях, вероятно, речь идет о свежем, а не о пастеризованном молоке. Если у вас наблюдается лактозная непереносимость молока, а это различного рода проявления аллергического характера, то, конечно, от приема молока следует отказаться. Такие национальные продукты, как кумыс, айран, мацони, не только полезные, но и рекомендуются при заболеваниях легких, крови, нарушениях желудочно-кишечного тракта, полипах, гастритах, язвах. Козье молоко, несмотря на то, что оно значительно жирнее коровьего, по своей структуре ближе к женскому, так же, как и кобылье. Поэтому оно предпочтительнее. И в заключении сегодняшней темы о молоке, скажем о сливочном масле, которое производится от, из молока. Очень важный вот такой момент. Сливочное масло, особенно топленое, это один из лучших жиров для приготовления различных блюд. Немывакин убедительно просит, если вы что-то жарите, ну там, неважно, картошку, котлеты, все что угодно, делать это нужно на топленом масле. То же самое в разы полезнее добавлять в любые каши именно топленое масло. Всем спасибо за внимание. Желаю хорошего здоровья. Следующая тема у нас будет о пророщенных зернах, как эликсир жизни. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok